Дальше кончился мой север, и меня почему-то с крайнего севера послали на крайний юг. Почти крайний юг. Северо-запад Казахстана. Отвратительное место, вообще ужасно. Никому не советуют туда попасть, и там вообще делов ничего. Что меня поразило, значит, там есть такой поселок Кульсары. Поселок расположен рядом с газокомпрессорной станцией, где качают газ под давлением 75 атмосфер, довольно мощный давлением 75 атмосфер. И, значит, там часть этого поселка работает на этой газокомпрессорной станции. Поселок такого городского типа, четырехэтажные панельные дома. И дома расположены там зимой, дует очень отвратительный ветер, я забыл, как он называется, но очень плохой ветер. Казахский такой ветер. Значит, вот одна страна, она без окон абсолютно. То есть страна, с которой вот куда дует ветер. И на этой стране казахи, значит, недолго думая, нарисовали портрет. И я, когда первый раз увидел портрет, значит, думаю, какой-то, наверное, казахский лидия. Потом начал считать эти звездочки на этом казахе. Ну, видишь, казахское лицо вот такое. Монгол шел, да. Вот, считаю, да. Раз, два, три. Подходит ко мне прапор и говорит, капитан, что я считаю? Говорит, Брежнев, что ли, не видел? Я говорю, батюшки. Вот. И там я познакомился с ребятами, которые непосредственно делают вот эти жуткие совершенно трассы, газопроводы. То есть, во-первых, они делают профилактику такую, раз в год они через байпасы делают обводные трубы, по которым идет газ. И на одном участке поднимают давление до 140 атмосфер. Этот участок, там, где плохо заварены швы, а трубы диаметр, ну, где-то метр два в диаметре. Огромный труб, представляете, там газ идет. Там, где шов не выдерживает, значит, эти трубы взрываются и горят какое-то время. Потом газ прикрывает и потом сварные приходят и начинают опять, значит, заваривать уже трубы. Работа совершенно адская, особенно когда летом. Там, на Крайнем Севере, значит, коэффициент у работяг был 1,8. Там считалась такая среда, где человеку тяжело выжить. Вот. И год за полтора там шел. А на вот этом Крайнем Юге то же самое, значит, коэффициент тот же самый, 1,8. Значит, тоже там человеку выжить очень тяжело. Вот. Ну и песни вибра. Большинер мне сказал, да он жиляк, Вонюсь в тенек, пока спадет погода. Здесь даже с небом сходится земля, Как челюсти огромных сковородок. Здесь нет ни дождей, ни облаков, Здесь не было всемирного потопа. Восточная Европа далеко, На западе, восточная Европа. Пусть на зерам грызается песок, Вот строятся так, будто бы суровы. Уж лучше пулем дайте мне песок, Но землю я хочу увидеть, чтобы... Тропинчка сверкает под ногой, На воришку сплетаются снежинки. Паршир говорит, слышь, дорогой, Я пить тебе принес, да не спеши ты, Лежу я под машиной и дышу. И что-то совершается такое, О чем я доложить не доложу. Но что-то пахло водом и тоскою, Чего в катуху не смахнешься лицам, Что взял мне в сердце, как аккорд гитарный. Паршир говорит, держись, пацан, Сейчас самолет прибудет санитарный. Лежу я под машиной, а, Прощайте, неумытая, братва. В пустыне моря встретимся на суше, Газопровод моих ухара Москва Плоит в перегретых наших душах. Летят, как невозможные басы, Профеллеры оранжевые пятна. Восточная Европа, я твой сын, Возьми меня, пожалуйста, обратно. Восточная Европа, я твой сын, Возьми меня, пожалуйста, обратно.